Третья решающая карта Invictus Gaming против Royal Never Give Up Это 1-1 и самое жаркое противостояние сегодняшнего утра продолжается в Китае Марс Рубик Бэйн против Гримстроука Пангольера Эмбер Спирита Дазла Решили в этот раз Royal Never Give Up все-таки Гримстроука взять себе, чтобы его на всякий случай не сконтрили В смысле Пангольера, чтобы на всякий случай не сконтрили этим Гримстроуком Но только пока непонятно, ну, наверное, все-таки Пангольер четверка, Дазл тройка, я так думаю Ну, либо Дазл пятерка, Гримстроук четверка, Пангольер тройка, тогда еще такой вариант тоже тут приемлем Здесь появляется Гирокоптер Интересный пик, конечно, то есть это вроде как персонаж, который и Пангольера не контрит, и Эмбера не контрит И Дазл как кор персонажа тоже вроде как не особо контрит Ну, в общем, не знаю, такой Инвиктус Гейминг драфт с Бэйном Рубиком Гирокоптером Тоже классический, я бы даже сказал Это персонажи, которые, мне так по крайней мере кажется, самое долгое время в доте были на вершине популярности То есть вот за все время существования второй доты, скажем так, когда там уже достаточное количество героев вышло Было много разных патчей, много разных мет, много разных стратегий было использовано И есть герои, которых пикали всегда и повсюду, например, такие как вот Бэйн, Рубик и Гирокоптер А есть персонажи, которые, ну, чуть более ситуативны Например, Бладсикер Например, какой-нибудь Фантом Лансер Тоже, его не так на самом деле часто пикали раньше Когда он еще другой был Когда у него был Инвиз Доппельгангер у него, кажется, назывался тоже этот спел Когда у него был Инвиз, он уходил в невидимость и оставлял вместо себя вот эту иллюзию одну Очень много ситуативных персонажей было И поэтому кажется, что Бэйн и Рубик и Гирокоптер это что-то типа как классика доты Что-то, что мы, кто смотрит матчи на профессиональной сцене, видим очень-очень часто На протяжении долгого времени По последним банам Минус Шторм Спирит от Ройл Новый Гивап Инвиктус Гейминг готовы забанить, наверное, сейчас какого-то сулу-мид персонажа Хотя тут сложно очень угадать, потому что у Ройл Новый Гивап Реально, у них и Пангальер может в мид, и Эмбер может в мид И что уж тут говорить, и Даззл может в мид тоже Вот, при большом желании И 22-й пик при этом И 22-й пик, да Что к чему Инвиктус Гейминг, когда они заберут своего героя Эмбер с арены вылетает Марса Если... Джаггернаут вообще сейчас в мете, как-то вот редко его видно Неа, тут Лайфстиллер хорош, мне кажется Ну, кто-то, знаешь, неудивимостям к магии Два героя вспоминаются Против Геррокоптера, против Арены Марса Просто можешь с нее выйти, не бояться С другой стороны, если мы говорим про Лайфстиллера, Бейн считается таким одним из контрпиков Потому что Бейджи можем держать его в Финс Гриппе Ну, тут много чем есть Бейну помешать, если честно А здесь вообще банится Террор Блейд Поддастла, видимо Не очень приятный герой С Грейвом тоже Все-таки механика Грейва и механика ультимейта Оракла Это такие разные вещи Мы всегда привыкли думать, что Ультимейт Оракла это как бы круче, да Потому что, ну, ты ультуешь Захиливаешь И диспейлит еще, да, при этом Но ведь для, например, того же самого Террор Блейда Возможно, Грейв это лучше В некоторых ситуациях, когда ты под Грейвом на одном ХП даешь Сандер Под конец Грейва и у тебя фулл ХП Сто процентов Ну да, там, если фулл ХПшного Сандер, конечно, дал А будучи под ультимейтом Оракла Тебе настолько много урона могут напихать Что даже если ты скастуешь Сандер И даже если там тебя начнут захиливать Ты все равно можешь умереть Такая вот забавная ситуация Я просто как-то вот решил сравнить вот эти вот две способности Так, куночка Куночка моя Ласт пиком для Роял на Вагивап Флавин на Даззле То есть это тройка Даззл Четверка Пангольер Пятерка Гримстроук И Кэрри Эмбер Спирит Гримстроук плюс Эмбер Спирит Комба Комба жесткая Но надо сказать, что Марс на линии против Эмбер Спирита и Гримстроука Это не так уж и плохо Потому что он может в НХВЛ скинуть копье И откинуть Эмбер Спирита подальше Вот, и он тогда не застанется Но Эмбер Спирит может фистами увернуться Так что тут матчап Исключительно про скилл Исключительно про скилл Исключительно про умение нажимать кнопки И вот у Инвиктус Гейминг появляется этот имбовый Ликантроп Очень сильный герой С которым довольно трудно Порой бывает что-либо сделать Ну у нас кстати и следующее противостояние тоже должно быть Довольно жарко Это Сдек против Ньюби Я сейчас Добнулся там, посмотрел Тоже может быть очень интересная игра Сдеки пока Плохой результат в рамках этого турнира показывают А Ньюби? Два у них поражения Ньюби пока не играли Поэтому тут я ничего тебе не могу сказать Но Ньюби мы помним Мы с тобой как раз в последние китайские игры Которые смотрели месяц назад Там Ньюби и прямо жарили Все что можно Дазл 3 Кунка на второй позиции Эмбер кэри у команды РНЖ Ничего в общем-то сенсационного не произошло Дазл 3 мы очень много видели в Азии На БТС про сериес у него был 100% винрейт Да ладно, прям 100% винрейт? У Дазл 2? В Азии, да Жесть Да, это жестко Посмотрим, как здесь будут обстоятельства Марс хочет на первые денежки колечко купить Реген Много видит героев Амберспирит на топе в данный момент Дает инфу своей команде Что в боте никого нет И надо забрать 3 руны Точнее 2 руны там Может быть одну как ты Эмбер Сможет обойти, украсть Но времени, наверное, уже нет 20 секунд осталось до выхода крипов Он не успеет элементарно Да, в миде у нас противостояние Ликантропа против Кунки По идее, Кунка здесь должен тебя ОЧЕНЬ хорошо чувствовать ОЧЕНЬ хорошо Ну и по рунам 2-2 Ты там про Бейна Я слышал, много слов говорил На своем стриме личном Давненько Чего тебе Бейн не нравится? Да просто не нравится И все Потому что ситуативный очень герой На мой взгляд Ну здесь он может Пангольера поддушить Да, здесь Бейн может очень много проблем создавать Там уже Эмберу Если дать Найтвор То после этого Финцгриппом уже Эмбер не отпустишь Героя, знаете, мобильный У любого саппорта Есть какой-то свой определенный функционал Просто взять, например Ну того же самого Андаинга Андаинга Это герой, который Ну типа хорош на линии Например, да Ты приходишь на линию Андаингом К какому-нибудь Веномансеру Фуриону И ты уже не хорош на линии Да, в то время как Дизраптор Он там на любых матчапах Может быть полезен У него суперполезные скиллы крутые И все в этом духе И про Бейна я примерно вот то же самое думаю Что как бы это герой, который Так, тут у нас что, Септембр может умереть сейчас И скорее всего это ФБ Разменяются? Нет, не разменяются Очень сильный герой на линии Но опять-таки Некоторые персонажи довольно много ему Делают неприятного Вот И сейчас такая мета Ну вот, например, против Ликантропа Мне кажется, это не очень хороший герой Ты его схватил В Офенс Грид А он тебя с Омонами съел Против Иллюзионистов тоже Не самый хороший герой, по идее Поэтому Мне кажется просто, что Бейнам Не очень удобно играть в нынешнем патче Это единственный мой аргумент Вот и все А так, если человек, например, хорошо играет на Бейне И прям суперкруто этого персонажа чувствует То почему бы на нем не играть? Вот конкретно здесь Если говорить, то Против Панголера хороший герой Этот Бейн Но ему есть чем сбивать Финскрип Там таррент какой-то под ноги Всегда можно кинуть Как вариант Панголер сам может до него Как ты знаешь, успеть докатиться Напасть на него первым Не давать ему раскастовать кнопки В общем, посмотрим Что тут будет в итоге Пока на центре Кунка 16 крипов на 4 играет Вообще без шансов для Ликана Ну, хотя бы в лесу, конечно В лайфлай попармит Но Кунка и Дизи готов мешать Выходит сюда И будет за Кентавра воевать Оп, еще и волка сгрызает Да, жестко получается Ликан уходит в лес Будет тут свои некра пытаться Фармить время от времени Приходите, мид на ассет По опыту очень сильно апается Уровень 4 уже Курьер везет второй брейсер Кунку убить здесь уже невозможно будет Что на топе? Интересно О, на топе Супер идет в инсвеле В инсвеле В итоге, ребята, грамотно Игнорируют вдвоем И супер Ой, фласка нажимает Мисс не прокает Кака быстрый Ух, какой удар Жесть Какой-то раньше Немножко Больше, чем обычный Мы привыкли видеть на рубике Грим умирает Очень Марс Грамотно уходил Понимал, что нет смысла гнаться У тебя милишная атака И оставил этот фраг для рубика 2-0 При этом Эмбер фармит Сносно Но Марс забирает Чуть больше крипов на этой линии Но пока все внимание Именно на центр Самое Главное творится Слишком много Фармит Грифстролка Второй уровень Есть Микс Вэл Можно попробовать на рубика Например Напасть на Марса Довольно тяжело Опять-таки Может копьем Откинуться Вот так вот Например Видишь И все И Дазла в боте Убивают в итоге Тут Прочинил Эмбер Нормально продамажил Но правда Тут есть телекинез Тычка И должны Мане убить Или не должны Живет Живет Мане Но я думаю Сейчас в тимспике Кричит на супер Зачем ты меня забайтил Вообще идти драться Я фармил стоял Ну таки рубика убили Забавно получилось Куплен ботл Нетипичный На легкой линии От Эмбера Но он сейчас Дает свои плоды За счет него Мане восстанавливается И сам делает Супером фраг А жалко Ботл как бы Теперь пустой И пополнить его Ну он баунти руной Можно попытаться На пятой минусе Для этого нужно Оставить крипвейв Либо очень как-то Сильно пропушить линию Чтобы туда успеть Какой же фрифарм У кунки в центре Просто лютый фрифарм 33 на 15 Крипов можно сейчас Особо не динаить Потому что за них Золото уже не дают Потихоньку просто Пушить вышку Ликантроп На центр Выходит довольно редко Там в боте Постоянно какая-то заварушка Все время Фукусят Дазла У него особо Ничего не получается Он прохиливает Но Разменяться здесь Не-не-не Сюда видишь Еще и Рубик пришел Три героя Марс остался один И для Эмбера Как раз вот появляется Хороший шанс Для того чтобы Руну забрать одну И боттл свой Наконец-то пополнить На центр Примещается Рубик Но на кунку Выходить себе дороже Уровень 6 Но если вот так Сетсу будут Настолько нагло играть Может быть получится Его наказать Надо досмотреть Пока корабль под X-марке Из фейтбол Телекенец в кулдауне В бухту Корабль Ликана залетел Ликан живет Тайтбригером надо ударить Сетсу пытается Покреп Ой, попадает Круто Сыграл Сетсу Ну и баф корабля работает Ты убить кунку не можешь Да, забавно Забавно Значит, все В общем, как и говорилось На кунку нападать себе дороже Тем более Рубик На уровень 3 Гангер Не очень хорошего Не очень хороший Это вариант Бокреп Ой, да ладно Тут еще и GT промазал Щитом своим Правда Ингсвелом супер мажет Точнее не мажет Точнее и GT Просто грамот Телепорты Бэйн летит Бэйн с брейнсапом Брейнсапом попадет Убьет, да Брейнсапом дотягивается Попасть там несложно Ясно Главное, что тут тянулся Но Лекан Ничего не получается Этого Лекан в минусе только Ну, убили хотя бы кунку Лекан В конце концов Пофармить На центре чуть-чуть Да, зло Хоть и поубивали на линии Но он все равно Свой фарм получает Две смерти у него Но фармит Фармит Ситуация не хуже Чем с герокоптером Как мы уже поняли Да, по крипам Который заданаил Герокоптер Не надо делать Какие-то выводы Что линию прямо Он уничтожил Нет Нет, здесь данаев Ничего страшного Сейчас тем более Динаи они уже Не настолько существенны Вот зря мне кажется Это сделали Это же действительно было Очень скиллово Вот, когда ты Других вариантов Других вариантов нет Вроде как Пассивочка Она как раз И длительность Найтмара Увеличит Ненадолго И на ультимейт Будет распространяться Плюс ты ее Раньше выкачаешь Реально странно А что тут такого Кстати еще есть Под бейна Вот Статус Резистанс Редакшн Мэджик Резистанс Редакшн Статус Резистанс Редакшн 30% Плюс у Рубика Какой-нибудь там Аркейн Супримаси Спел Амплификейшн Дебаф Амплификейшн Слушай, так это же жестко Сор Это на 70% Жестче все Дизейблы Понимаешь? То есть Рубик Например ворует Какой-нибудь Какой-нибудь Корабль Например Рубик Ворует Корабль Кидает его По герою Который находится Под дебафом Уже От инфибла И там чел Просто стоит Вообще всю драку Афк Или там Какой-нибудь тоже Инксвел Там ворованный Короче Если как-то Скамбить Круто То может быть Очень жестко Ну и под арену Марса Тоже там На 30% Дольше Дизейблы Копьем Там закинуть Кого-то Застанеть В перспективе Выглядит сочно Ремонтов еще много Подходит Кунка И у этой собаки Проблема Лекан пытается Убежать Его Возвращает Назад Чайны И Пожалуйста И некров Зафармить Получилось И убивают Лайфлая Проблема Ну и у второго Некра Ну ничего Если его отдать Там не так много Деньги Там 50 золота За первых Некров Дают Не то чтобы Это прям Сильно много Как за крипа Фактически Мелочь Приятна Конечно О Еще шмотки Со скелетиков Надо Наверное Что-то забрать Себе Кунки Или кунка Хочет пока Таскать лопату Лопата Позволяет ему ТПшки выкапывать Плюс Власки Власки Ему достаточно Важны Он Если под кораблем Лезет куда-то Размениваться Он очень много ХП теряет В перспективе То есть у него там Откат Ну капает назад И Власки Очень выгодно Юзать Чтобы как-то Вот этот вот Откат Нивелировать Десятая минута Баунти руны А ванпосты Захвачены Разными командами Поэтому Икспа будет Для всех сейчас Пройти на вражеский У РНГ Скорее всего Не получится Но они могут Попробовать тут подраться Рубик 6 уровня Уже с ревнантами Бэйна Немножко не хватает До 6 Но после тика Ванпост Возможно он Нет Не апнет Так 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 Баунти 2-2 Да Иконтроп Находит Лопату Оставляет Пока что себе И дальше Наверное Третьих некров Будет приобретать Как дела у гирокоптера Вообще Че он делает У нас Пока ничего Не ясно Что он делает Может какие-то Драмы купит На темп Какой-то у него Виндлейс такой Да Любопытный Драмы же из Виндлейса Собираются Да Драмы Собираются Из Виндлейса Даззл Кайфует На линии Делает Быстрых Некров Бэйн Берет Книжку Или он Так Где-то Шестой Получил Я что-то Не совсем Понял Ну да Наверное Все-таки Так Получил Шестой Потому что У Рубика Уже Седьмой Левел Активирует Смок И бежит В топ В надежде Убить Эмберспирита Если схватят То это смерть Жух Копьем надо Хотя ладно С гирокоптером И так справиться Нормально Так На центр Кунка В смоке идет Атака на Рубика Ну с Рубиком Хотя он и с ремнантами Хорош Хорош Красиво получилось Улетает Рубик Ремнанты Закончились Но скоро Появится еще один заряд Правда там Спелл стил Скоро так же Закончится его действие Башня падает На ток Под катапульту После удачного фрага Захват Аванбост Но это уже не важно Сейчас Он не нужен Опа Тембер на ремнанте Прилетает Есть Телепорт Нужны чайны Много В марсу Есть Копье Выкидывают Подальше Бедного Бэйна Гирокоптер Просто пытается Убежать Ракеты В Эмбер залетит Должен ее вейдить Не получилось Бройнсап По Эмберу Закатывается Пангольер Хорошо получилось Гирокоптер Фейрик Но Фесты Четвертого уровня Без шансов Для Гиролета Фейтбол в Панго Очень больно Рубик ворует Ультимейт У Панго Очень приятно Сам Панго Умирает Флайфлай еще доедает Пангольера С омонами Сам он в драку Так особо не приходил Просто на большом радиусе Держался Правда его тут причинили У него Тапок есть Поэтому он Достаточно быстро бегает Торрент И Чуть-чуть буквально Не хватило Обидно наверное Упустить такой сочный фраг И там еще и с омоны Убили Гримстроука Да что ж ты будешь делать Там на самом деле Там Рубик все сделал Он сворвал ультимейту Панго И А Ага Вот И Бейн 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 Добивают Бейна Так Какой-то прям По всей карте Убийство И по-моему Это еще не конец Там Марс на топе Наглеет и уже Подходит Кунка С Иксмарком И кораблем И армлет И Марс Телепорт Единственный вариант А телепорта нет Тогда у него вариантов нет Тут Только надеясь Что он как-то спрячется Его перестанут искать Надежды что Скан был использован Ребят Но они не находят Отпустят скорее всего Марса Ожидая что он уже Отсюда ушел Ну что Пока никакой катастрофы Да Кунка мид уничтожил Но Лекан Держится Лекан убивает Сейчас за счет своих Микроф И юнитов Смог фрагов наделать Лекан Имба Потому что Имба нынешнего патча От Лекана Водит спирит Два героя Нечестных В данном патче Ими очень просто Играть Даже как ты верно Отмечаешь С проигранного мида Лекан делает Крайне много импакта С ним очень трудно справиться Он далеко убивает Саппортов Сетцу Попался На фикс грипп Очень неаккуратно бежал Врывается под гольер Но вряд ли он спасет Катился Очень хорошо Катается Но Лекан Шипшипт уже нажал Два убийства И все вот это преимущество Которое у Кунки есть Он не может никак реализовать Время Минус 3 И еще и Эмбера Принимают Ну хватит у него контроля Я боюсь Что контроля здесь нет Эмбер еще на развороте Пытается Сяппик побить Рубик прыжок Бэйна можно добивать Эмбер остается Ремнант И пытается улететь Рубик ворует Ремнант И полетит Если что дальше сам Манне улетает Ремнант Ремнант Сейчас может попытаться Как-то сыграть Здесь с Бэйном У Бэйна нет У Бэйна нет Ультимейта Бэйн использует Найтмор Третий Некра появляется У Лекантропа Сейчас нужно быть Предельно Аккуратными Ребятам из Инвиктус Гейминг Баунти руну Лекантроп разбил Сам побоялся На нее выходить Побоялся Что ее здесь Зацепят И Блэйд Мэйл Появляется У Эмбер Спирита Блэйд Мэйл Против Кого? Против Герокоптера По идее Должен хорошо работать Потому что против Лекантропа Вроде как Он не очень крут И следующим Слотом Мане будет делать БФ БФ для того Чтобы убивать Самонов Леканов Ну и на самом-то деле Под Дазла Тоже это очень Крутая связка Когда вы Играете в комбинации Особенно с Кор Дазлом Реально на Эмбер Спирите Очень выгодно Развиваться В физические урона А не Вот этот вот Маг ДПС Который там Очень часто делают На Эмбер Спириты Там типа Молнии Какие-то Шива Октарин Вот это вот все Ну молнии Ладно Можно купить Ради того Чтобы фармить Побыстрее Там может По иллюзиям Какой-то ДПС Если вам против Иллюзионистов Приходится играть И вроде как Юл тоже можно купить Потому что Юл это универсальный Предмет для Эмбера Он дает Мувспид Дает возможность Диспелить с себя Таким образом Но дальше Желательно конечно Купить какой-нибудь Кристаллис БФ МКБ Вот что-то Что-то наверное Подобное Да Чтобы Там Ну или Дейдлесс Физический урон Потому что Под Дазла Ты реально Будешь очень-очень-очень Круто дамажить Фистами Пытается Здесь забрать Ликантропа Команда РНГ С легкостью Это проворачивает Ликантроп Посмертно Покупает Пауэртретс Что Доминатор не будет брать Как-то вот Обычно Ликантроп На край Доминатор взять А тут прям Ботинок так рано появился Уже для этого героя Не особо типично А еще и ПТ Да Доминатор На Ликантропе Очень крутой артефакт Во-первых Ты можешь Какого-то Кентавра взять И не дать врагу Просто нажать Тепаут Когда ты на него бежишь В шейпшифте И к тому же Он очень сильно бафает Как твою команду Так и твоих самонов И тебя самого Тоже бафает Так что Доминатор на Ликантропе Это прям Ну очень крутое решение Вроде как Никто другой его не покупает Поэтому действительно странно Почему же Ликан отказывается От покупки Столь Подходящего предмета Для его героя Может быть Эмма вместо БКБ Еще подумает Оганим какой-то купит Раз так игра идет Я Честно говоря Даже не знаю Но У него Много денег Да действительно Но Кажется Без БКБ Это грустно Выпадают Шмотки Идут в атаку РНЖ Цепляют Здесь Рубика Телекинезом Больше никого поймать Не получается Инксвелл На пангольере Застанет он Рубика И с легкостью Рубика Должны забрать РНЖ Там философский камень Не надо подобрать Ребят Хороший предмет Для какого-нибудь Гримстроука Прям то что надо БКБ появляется У Гира Теперь должно быть Чуть-чуть попроще Шип-шифт Будет через 5 секунд Некра через 45 Где-то там Флай-флай Этих Некров вызвал Гоняет имя Саппортов Судя по всему Или это нет Это волки просто бегают Возможно Некров уже Нет Один Некров Бежит на мид Видит вард Кстати Пытается его противарить Тут война Некров Некры у Дазла Некры у Ликантропа Аквила Выпадает Выпадает еще и В Эмпайр Фэнкс Не самый наверное Удачный предмет Второго тира Который можно здесь достать Есть арена Нужно быть очень осторожными Ультует Септембр Находит Марсы И если удастся Марса Быстро убить Будет круто Сейчас ракета может пролететь Да, ракета пролетает Блэйд Мэйл Активинг Солбинт Арена И на Семпер Сибири Самый важный фраг сделали Самый важный фраг сделали Убили Эмпера Теперь будет намного тяжелее Принимают Пангольера Он еще и ловит Фенцгриб Может быть это было несколько лишних Но в итоге убили Там Хунка просто живее живых Непонятно смогут ли его убить Фенцгриб иди Ой как не помешал Ну ладно Телепорт еще и от Герокоптера Всем составом Всей командой Хунку должны убить Баф корабля завершен Дазл Дазл на базе В общем убивают Эмпера Проблемы в драке решены Хунка не так страшен Он жирный Но урона от него не так много Тут вообще такая ситуация возникает Если Инвиктус Деминг просто нажимает Свои скиллы Они вообще без проблем Выигрывают драку Так у меня все повисло Алло У меня все ок У меня все ок Ну Какая разница Если у тебя не ок Ну я уверен в том Что у меня интернет не лагает Значит Да это Китай Это Китай конечно Так мне не реконектнется О Вроде сейчас должна заработать Рубика пытается убить Залетает корабль Дешевый фраг очень С другой стороны Кроме корабля Ничего ребята Здесь не потратили Поэтому не критично Дофармливает Марс Себе Блинкдайгер Очень нужный артефакт Для того чтобы Прорваться на того же Дазла На того же Грима Эти героев Можно быстро убивать Дазла на карте Я пока за 20 минут Не увидел особо Может кто-то заметил его Я Или нет Микрам купил Арканы купил Как-то вот Купил Арканы Купил Мекку Но все это в Грифсы не апает Дело конечно Тяжело типа ему как-то БКБ Он ставит в арену Ничего не может сделать На него Ликан Тро бежит Ему очень Кривсы слишком крутые Все равно Там вы не забывайте Про ауру Которая дается Когда меньше 20% здоровья Там 16 регена И 10 брони Против какого-то Ликана Тоже это звучит круто Ну ладно Ждем от него Блэкин Бар Когда то Видите в чем Проблема когда нет Как уже рассказывал Форс Доминатор Просто телепорт От Дазла Он улетает И шейпшифт потерян Не получилось Его никак использовать На скане Ловит рейнджи противника Но никого на Рошане нет Просто так совпало Что Бэйн был рядом И вот он Марс С Блинг Даггером Но пока нет шейпшифта Придется Продолжить свой фарм Так Рубик Там должен Никс Маркс воровать Ну кстати Маркс полезна Для того же Чтобы контролить И Кунку И Эмбера Может быть Посмотрим Ликан книгу Покупает сам себе По причине того Что саппорта книги Не берут никто На 23 минуте Ой Там дабл дэмэдж Фисты забрать Не получилось Нет Нет Салбайн Рубик Очень Долго живет Наконец-то Смогли его добить Гирокоптер ПКБ Телепорт И еще и не фак Что уйдет Ох Пангич мог Сразу ульт остановить И побить Мне кажется Могло хватить урона Нет Теперь Пангалер Такой прикольный Лысый Без панциря Чем-то похож на Даже не знаю На кого На кого-то из комментаторов Может на факера Вообще Да Наверное На факера Похож А у тебя он тоже лысый Нет У меня не лысый Но я представил И прям факера Убил Ну может быть Кстати Что-то в нем Явно такое и есть Возможно Он так же Хорошо дерется Шпагой Не знаю Занимался ли Факер фехтованием Сильно сомневаюсь Но Кто знает Так Что там Геролед О Геролед Кстати говоря После блокинг бара Та гонимся Реально Сейчас Очень быстро Очень быстро Он дошел до него Реально Он БКБ Сколько 4 минуты прошел Как он БКБ взял Может быть 5 Молодец Атака на кубку Арена Покатился Пангалер Герокоптер с ДД С блокинг баром И как же больно Он стреляет Ешелой Грей Функа поживет Финсгрип на Панго Шарик стоит Аф Ничего не может делать Ликана убили Слишком быстро И За счет Даза За счет Шелу Грей Сбунка выжил После вот этой Все атаки От Герокоптера Блокинг бар Давно-давно закончился Полетели ремнанты Ремнантов много Бэйна убить Получается только сейчас Выступается грим Грим Строуп Дается алпайн Попадает по Герокоптеру По Рубику Кира умирает В итоге Ну и Сетсу Играет армлетом Круто Остается у него еще и Торрен И альбарда Но почему-то Но я не нажимаю По какой-то Необъяснимой мне причине В итоге Грим после байбэка Против GT Есть Плинк Есть Копье Надо забивать Как-то странно Он так вышел Немало времени теряет Еще одна секунда Удар И убийство Минус 6 От Инвиктус Гейминг Грим выкупался И его еще раз Могли убить Если бы не шел Грейф Дазла Все было бы еще хуже А так хотя бы смогли Рэнджи Каких-то героев Поубивать Ну или Кан Пожалуй Товарищу Стоит ПКБ Попить И здесь такой артефакт Он здесь Он здесь будет хорош Не забываем То что у Гирокоптера В этом тимфайте Был дабл дэмэдж Могло все быть попроще Если бы дабл дэмэджа Не было Переконтраливается Аванпост Здесь У Джейти На всякий случай Чтоб сюда можно было Телепортироваться И потихонечку Уйдут в Рошпит Не бояться Что там Как-то враг Придет защищаться С ультой Пангольера Готовы здесь воевать Пангольер уже выходит Кидает дизарм Ему вешают ракету Костренджон Телекинеза Его цепляют И Пангольер Отправляется отдыхать У него нет байбэка Корабль хороший Хорошо Корабль-то в бухту залетел Больно Рубику Рубику убили Но Кунка теряет Блокинг бар Из плюсов Для инвектус гейминг Рубик-то может выкупиться Если ребята прям Очень хотят Очень хотят Туаршана забрать Но Некров пока нет Поэтому пока и не хотят 16-ти к силе Дополнительно для Кунки Также пофикшенный талант Не ходит Кунка Ракетку закидывает Гера Ну X-Mark есть Поэтому все под контролем Контролится руна Мане Не находит Руна снизу иллюзии Герахопт рискует Ай-яй-яй Ай-яй-яй БКБ нажимать не хочется Ау Но зато нажимает иллюзию И сбрасывает себя поездом Круто В общем-то да Раньше иллюзия казалась Ну что это за руна такая Если особенно у тебя нет героя Который Хорошие статы имеет Либо Который с радиансом Сейчас понимаю Слушай иллюзию Боттл это круто Ну это реально круто Может быть Сбросить себе все эффекты И драться Сами рейнджи на Рошана вышли Ну давайте посмотрим Из проблем герокоптера нет Он нажимает телепорт Ой рискует Герои у рейнджи плохие Чтобы бить Рошана Один дезолятор Дазл На этим сеть не будешь Товер Дайер Товер Дайер Отходит Ребята Назад Готовый Винвиктус гейминг Смог разбивать От Бэйна Много зависит Которому берет Позицию Нажмет Финсгрипп В общем-то И Бангольера Который еще Как шарик Катается За Финсгрипп Очень удобно Хоть это и не Коргерой Так Бангольер Покатился Бэйн Пока ждет момента Может быть пора бы уже Финсгрипп нажать Финсгрипп В итоге на Эмбера С какого-то Просто огромнейшего Расстояния Спить его никто не может Летит корабль Эмбера почти убит Шало грейп Последний момент есть Эмбер будет жить Но Найтфор получает Найтфор надо кому-то сбросить Найтфор Ой там Мне кажется Имежкарновато Флайфлай ударил Найтфор сбросили Мог там Эмбер стоять В этом Найтфоре Да Золой укупился Эмбер жив Ремнант откидывает Скоро вернется Пока надо уходить На базе На базе восстанавливается Но команда Нектус гейминг Драться больше не хочет Они все потратили Надо отходить Просто назад Да Драка за Рошана Конечно тут серьезная Может быть Хоть РНЖ и Рошана Сами забрать не могут Быстро Но помешать сопернику Они в состоянии Там волки сейчас Палят ситуацию Выходит в Мане Видит Пачку волков Убивает их И идут действительно В рошпик Пока нет арены у Марса Пока Гирокоптер там Какое-то время БКБшки Может быть успеют Посмотрим Сильно конечно Хотя нет Не нравится мне это Надо взрываться Марса потихонечку Марс взрывается Арену ставит Залетает корабль Корабль-то от Рубика Ой Ну Рошана забрали В итоге ребята И Аеги с Эмберу достался Панголер катается Марс пытается уйти Марс возвращают На Иксмарке Добивают Ну не получилось Хоть и Марс ворвался Сочно Я тут ничего не могу сказать Но на этом Собственно Сочность Завершилась Ликантроп пойдет сейчас Пачку в боте Наверное убивать Чтобы не дать сопернику Здесь Вышку спушить Пачка там правда Далеко Но лишним Не будет Ее срезать Скажем так Новые предметы Потихоньку Начинают выбивать После 27 минуты Там Телескоп Выпал Это байт Это байт Ребята Она байтится Это Это слишком простой Байт получился Герокоптер Без блокинг-бара был Опасно Опасно могло быть Если бы здесь оказался Кунка Ребята бы через Иксмарк Корабль бы вышли Сейчас Герокоптеру Объяснили бы Все очень быстро Надо быть Поаккуратнее Это учитывая Что еще у Эмбера Была Егис Ну ждем Ой Паладен Сворд Герокоптер Хорошо Комната ожидания Сатаника и Рапиры Потихонечку Надо в эти предметы Будут У Эмбера входить Майнбрейкер Поглядим Кому отдаст Даззл Даззл С железным деревом Паладен Сворд Пропадает С другой стороны Размениваться вышками Будут пытаться Сейчас Invictus Gaming Вызывает Некров Лайфлай Но Здесь уже Эмбер Спирит С Дезолятором Размена Не будет Ранчинга Надо принимать Решение Это два Свою Сохранить На иллюзию Марса Все в него тратят Опа Но это Аегис Смогут любить его дважды Видимо даже один раз Не будут Очень Неуверенный Игрусгейминг Здесь Дерутся Манэ Больно Очень больно Бьют юниты Но в итоге Убивают их Шейпшифт Лекан теряет Ну в общем-то Не так уж и страшно Даззл Наконец-то Блэкингварс Дождались Ну все Теперь Теперь его Вот этими баражами И ареной Особо не удивишь Он просто поражнет БКБ Не застанется И будет постоянно Кастовать спейлы БКБ это Пожалуй Такой нестандартный Предмет на даззла Который ты не особо Хочешь покупать Ты хочешь всяких Гривзов Некров Накупить Может там Солар Какой-то Но Быть Если честным То надо Также упомянуть Что Флайвинс Может БКБ Нажимать Очень-очень часто Особенно Когда Оно будет 5 секунд Там Крайне низкий Кулдаун На 5 секундном Блэкингбаре По идее Должен быть Вот И Если Ничего не поменяли Так же это Работает Там же С каждым разом Все меньше КД По-моему Когда-то так было Сейчас что-то Ужить Блэкингбаром Блэкингбар Должен быть КБ На любой секунде Одинаково Все хорошо Но тем не менее Бэджужу Там дает Хороший КДР И вот сейчас У него Блэкингбар Откатывается 43.4 Там по-моему Раньше была такая Механика Раньше Такой было Когда еще Блэкингбар Можно было Точнее Нельзя было Продавать И можно было Еще новую Покупать Давным-давно Не По-моему Ты прям По какие-то Совсем древние Времена Говоришь Я Немножко Про чуть более Поздний период Рассказывал Ну ладно В общем Бог с ним Прикол как раз В том Что у Дазла БКБ Очень-очень Быстро Будет откатываться Там КДР Больше чем у Финда Мы часто Очень просто Видим Шедоу Финда 25 уровней Там с талантом На КДР Который там Постоянно жмет БКБ Реквиум Через каждую минуту КДР пофикшенной Незабывающего Да А у Дазла КДР не пофикшенной Потому что Это не талант Это Со скилла Идут на хайграунд РНГ понемножечку Готовые Я думаю Должны быть Инвиктус гейминг Защищаться Здесь откидывается Гирокоптер с пылами Прожимается глиф И вынуждены РНГ отступить Пока Егис на руках действует Там кстати Эмбер такой серьезный С дезолятором С арбой Сейчас купит БКБ Для сейва Какого-то И доберет еще Какие-нибудь там Криты Будет больно Отрываясь Под дазлом тоже Так Что там снизу Пингуют Ликан Опасная ситуация Надо ультимейт нажимать Уже сейчас Он нажимает И Убегает Но ультимейта Не будет Возможно РНГ сейчас Могу Использую этот момент Подраться Как-то Без шейпшифта Да надо бы Сатаник Нагира Появляется Не хватает Только Знаешь Какой-то Рапиры Рапир нужна Что? Все Мьолнер Конечно Круто Но рапир Это уже Нужна Потихоньку Нужно Не выходить Тем более Когда у тебя Паладинсворд Сатаник Тут вообще Одно удовольствие Будет стрелять С рапирой Восстанавливать Своё здоровье Как мы уже поняли Рапир Это не предмет Который Вот надо Игру Спасти Нет Это Стандартное Продолжение Гирокоптера Который Уже Все себе Нафармил Можно Конечно Какую-то Идейда Ускупить Или Манки Кингбар Найтмор Можно Вот так Играться Там Одна Секунда Неуязвимости Можно Спасать Раз за разом Тиммейт Только Торрент И от корабля Башня Потихоньку Падает Как Форрес Я отмечал Ранее Эмпер С дезолятором Тракшн И Дебаф Там Серьезный Минус 16 Суммар Есть Грейф Есть Грейф Рубик ворует Корабль Гирокоптер Сжимает Блэкингбар Тулдаун Финс Гриф На кулку Блэкингбар Нужно его бить Но урона Маловато Пытается добить Эмбера Эмбер пытается Уйти с драки Флайфлай до конца Собаку Надо идти Наверное До последнего Ушел Ушел Ликан В итоге Грызет Гримстрол Как Гримстрол Культивейт Потому что в тот момент Ремнантов не было Не мог поставить ремнант Нажать телепорт И дернуться назад Такой возможности Тоже не было Но Ликан В итоге Решение принял Скорее правильное Что пришел к своей команде И стал убивать А не гнался там За каким-то призрачным Эмбером У которого Еще не понятно Сколько ремнантов было А у Манета Было вариантов там Еще много Чины нажать И так далее Минус 4 Байбэка у Кунки нет Кунка получил Финс Гриф В Блэкингбар И просто стоял в драке Смотрел Это еще Несмотря на Даззла Который дал Шикарный Шоллогрейв Могло быть Все еще Я бы отметил GT его Хорошую игру В этом моменте Потому что Он дождался Пока БКБшки Спадут И только после этого Воткнул арену Обычно Мы видим Так Копье Мимо Мане В итоге Уходит Фистами Здесь бараки Упали Даззл выкупается Но это не остановит Команду Инвиктус Гейминг Они наверняка Пойдут еще на одну линию Шип-шип Появляется у Ликана Я так понимаю Башара Бангальера Гримстроу культует Снова арена Очень большие проблемы У Даззла Даззл в таверне Гримстроу пока что Издалека Откидывается Своими спылами И Септембра съедает Ликантроп Вдвоем Остаются РНЖ И уже Ооо Это ГГ Все Минус Эмбер Спирит Пишем ГГ Выходим ГГ Да Даже не пытаются Ребята Дождаться Какого-то момента Сдаются И Инвиктус Гейминг Побеждает С счетом В этом матче Даже Рапира Гирокоптера Не понадобилось Как-то все Очень быстро Закончилось Да Внезапно Казалось бы У РНЖ все было Неплохо Они наступали Сами С хорошим Преимуществом Пытались пробить Хайграунд Но Ничего не получилось Они проиграли Одну драку Потом в своем Хайграунде Проиграли другую Потому что Были неполным составом И Инвиктус Гейминг Оказались Победителями Здесь Собственно Да Поздравляем Эту команду С победой Следующее Противостояние Это матч Цедек Против Ньюби Нет инфы Когда точно Он начнется Через 20 минут Там По расписанию Не по расписанию Сейчас может быть Нам подскажут Нет Пока Форс Нет информации Но в общем Вы следите за трансляцией Что я в чате напишу Если информация Появится подробная По расписанию Когда? По расписанию Матч в 2 Очевидно Команда должна быть Уже готовы Да 14-16 Я думаю Пауза должна быть Не слишком долгой Да Так что Надеемся Что мы скоро вернемся С Лексом Надеюсь Вернемся М-м-м-м-м-м Подписывайтесь на наш канал